Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. На протяжении двух лет я страдаю с лишним непринятием себя и отражением собственных интересов. В один момент я могу начать задумываться о том, как выгляжу со стороны для других людей. Я личность не настолько известная, чтобы страдать формированием образа, но это дело все же у меня присутствует. Я часто отркаюсь от своих интересов, какими бы они ни были. Регулярно пытаюсь поменять гардероб и пытаюсь максимально сделать свой образ очень загадочным. При этом я практически не веду социальные сети и не интересуюсь событиями, происходящими в мире. Иногда я ловлю себя на мысли, что я неправильный, что я ломаю весь образ одной невзрачной деталью. Такие мысли у меня появляются, когда я смотрю чьи-то страницы в интернете или вижу видео о каких-нибудь людях. Других. Вот. Смотрите. Во-первых, по вашему описанию получается так, что у вас это началось два года назад. Вот. И, наверное, здесь самым правильным было бы уточнить, вот, что именно произошло. Что именно случилось два года назад у вас? Что вы начали как-то, ну, как-то вот переключаться на подобные вещи. Потому что вряд ли это произошло случайно. У вас есть признаки нарциссизма. И у вас есть, конечно, вот, очень много такой агрессии, подавленной, злости. Вот, которую вы, как мне кажется, воспринимаете и идентифицируете сейчас, как, значит, ну, вот, некое такое обесценивание себя. А по факту это то, что направлено на других людей, людей, но вы себе вот в той или иной степени, да, получается, запрещаете это проявлять. Поэтому, на мой взгляд, ваша задача заключается в поиске вот этих самых чувств, этих самых переживаний, этих самых эмоций. Вот. С последующим обязательным выражений этого. Вот. И тогда вам существенно полегчат. Вот. Вот. Кроме этого, очень важный момент заключается в том, что вы, вот, делая все вещи, которые, ну, вот, вам хочется, да, сейчас, делать свой образ погадочным, как-то регулярно менять свой, ну, свой гардероб, да. Вот. Вот. Делая все это, вы игнорируете, опять же, себя. Вы игнорируете то, что вам самому хочется. Вот. А вы игнорируете свои интересы, взгляды, увлечения, желания, потребностей. Это будет то, что вы делаете. Вот. Вот. Почему и как так происходит, нужно смотреть. Вот. И нужно вам, получается, заново учиться, вероятно. Вот. Вот. Себя слышать. Вот. Вот. Заново учиться, учиться себя замечать. Вот. Сейчас этого у вас, судя по тому, что я могу видеть, этого у вас сейчас нет. Нет. К сожалению. Ну. Ничего страшного. Психолог вам в этом может помочь. Если вы хотите, конечно, чтобы мы вам помогли. Потому что это решается не так уж и сложно. У вас был, скорее всего, такой довольно-таки тяжелый опыт. Опыт какой-то. Вот. Ну, психо-эмоциональный, но я имею в виду переживание. Вот. В результате чего вы так вот его для себя запечатлели. Вот. Ну. Это корректируется. Это корректируется. Это все, ну, в этом смысле, да, можно вернуть, восстановить обратно. Это не является проблемой. Но. Но. Очень важный момент заключается, на мой взгляд, в том, что вы не задаете свой вопрос. Вот. Что вы его не задаете, по сути. Вот. Вы текст свой написали, да? Вот. Вы озвучили какую-то проблему. Это хорошо. Конечно. Что вы, что вы это сделали. Это замечательно, что вы так, что вы так вот решили это сделать. Вот. 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 Но вы не обозначили то, чего вы хотите. К сожалению. А это очень важно. Чтобы вы задали вопрос, чтобы вы сформировали вопрос. Вот. Вот. Потому что если вопроса нет, да, запроса нет, вот, ну, к, значит, к психологу, да, то есть если вот вы не сформировали то, что вам нужно, то нет такого ощущения, да, что вы хотите что-то менять. Нет ощущения, что вы хотите что-то делать, да, по, ну, вот, по выправлению своей, скажем так, ситуации. Вот. Конечно, конечно, написав это и отправив, вы немножечко себе помогли, вы это выразили, выплеснули, но вашей боли, как мне показалось, гораздо больше, чем то, что вы описали. Вот. Есть много довольно сторон, на которые можно обратить внимание, да. Много. В частности, ваша выгода от того, что вы делаете. Вот. 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 Ну, та выгода, которую вы получаете. Например. Вот. Вот. то, вот, что вы для себя приобретаете, вот. такой модель, поведенческий, поведенческий модель. Вот. 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 Есть чувства, которыми вы можете, можете руководствоваться в своих действиях. Да. Да. Есть цели, которые вы преследуете. и, например, пытаются сделать свой образ загадочным, да. Очень важно постараться увидеть, окей, а для чего, зачем? Зачем я делаю его загадочным? Зачем мне это нужно? Вот. Что я хочу добиться? Мне кажется, что как раз-таки вот страх какой-то оценки, да. Ну, вы как-то боитесь того, что вас оценят, да. Боитесь того, что вас как-то, ну, будут на вас как-то смотреть, да. Что-то право. Скажешь, да. Вот. Это вот история как раз. А вам. Вот. Ну, и отсюда, конечно. Подавляющие такие вот тенденции. Вот. У вас и нет. Ну, это все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь, полную новость. Это позволит вам начать над собой работу. Удальше вам обращаться. Удальше вам обращаться. Ну, это все.